Друзья, всем привет! Сегодня 15 апреля, плюс 20 на улице, наконец-то можно насладиться солнышком. Сегодня я постараюсь быть максимально кратким, говорить только объективно и самое необходимое. Смотрите, у нас сегодня будет Hyundai, Sonata, Hyundai, Honda, Hyundai, Hyundai, кому как больше нравится. Автомобиль отсутствовал на российском рынке 5 лет, ушла модель i40, вернулась обратно Sonata. На самом деле автомобиль сегодня очень редкий. Смотрите, вот по статистике примерно в месяц по всей России продается около 200-250 автомобилей. Если взять же прямого, скажем так, не конкурента, а собрата, это Kia Optima, их продается за месяц примерно 1200-1300 автомобилей. Вот одна платформа, один и тот же двигатель, одна и та же коробка, только немного внешний вид разный. Вот давайте разбираться, для кого сделан этот автомобиль и почему его покупают сегодня у нас в России. Давайте начнем с самого главного. Это, конечно же, цены. Если вы сегодня зайдете на официальный сайт, то ценник вас встретят в 1 миллион 265 тысяч за базовую версию. Если взять самую топовую версию с дополнительным пакетом, цена обойдется в 1 миллион 825 тысяч рублей. Я называю прайсовые цены, конечно же, как и везде, торг уместен. Если условно предположить, что ты приехал строго с наличкой покупать автомобиль в топе, ну я думаю, ты сможешь забрать его по цене 1 миллион 750 тысяч рублей. Вот в нашем случае комплектации идет Lifestyle, 2.4 двигатель здесь стоит. Владельцу автомобиль обошелся по цене 1 миллион 600 тысяч рублей. Плюс дополнительно были даны различные роды подарки. Машина с 17-го года выпуска, купил он ее в январе. Сегодня у него пробег 5,5 тысяч километров. Если говорить за внешний вид, ну посмотрите сами. Какие-то пересечения идут из Kia Optima, если по нижней части смотреть. Какие-то элементы, вот если так вот, значит, разных лов посмотреть. И на Camry схожи. Есть отголоски ранних моделей Hyundai в плане вот именно фар. В нашем случае фары идут диодные. В самой топовой версии они будут поворотные. В базе, конечно же, как обычно, будет идти галоген. Что движет человеком, который выбирает этот автомобиль? У нас сегодня есть владелец. Давайте просто возьмем 2 минуты у него интервью и спросим, почему он выбрал именно этот автомобиль, а не какой-то другой. Друзья, знакомьтесь, Эдуард, наш акционер канала, предоставил нам автомобиль, за что ему огромное спасибо. Эдуард, ну скажи, пожалуйста, вот тебе 37 лет, у тебя есть жена, есть ребенок, 8 лет. Почему все-таки Hyundai Sonata? Почему не Camry, не Mazda 6, Mandela? Хотелось комфорта и удобства в езде и управлении. Понравилось, прокатился, решил купить. Camry из-за того, что угоняемость очень большая. Каску приходится делать, машину не бросишь, где попало. Сколько тебе Каску рассчитывали на Camry? 140. То есть изначально, смотрите, он ездил смотреть Camry, но по факту получается так, что ты говоришь, у вас здесь райончик, мы находимся в городе Подольск, где регулярно у вас происходят различные угоны. Угоны, да, именно Camry. Почему не посмотрел на Mazda 6? Даже не знаю почему, может внешне как-то не больше не так нравится, конечно. Но ты ездил на TZRF на Mazda или даже на Порех? На Mazda не ездил. А на Ford? На Ford цены не понравились, слишком высокие. Если брать комплектации хорошие. Вот у тебя миллион шестьсот. Внешне машина, вот для тебя как она на внешний взгляд? Цвет автомобиля нравится тебе? Цвет, да. А черный почему не белый? То есть ты намеренно хотел этот цвет? Черный, ну марки, не хотелось мне черный. Мыть постоянно. По интерьеру? По интерьеру, да все нравится. Внутри уютненько, спокойно, комфортно. Сколько примерно за год будешь приезжать на автомобиле? Вот у тебя сейчас пробег пять с половиной тысяч? Ну, пятнадцать, не больше. Пятнадцать, не больше. А на какой срок примерно думаешь? За десять лет. Вот на десять лет минимум. У него до этого была Toyota Corolla. Он на ней откатал десять лет. И сейчас купился новый автомобиль на десять лет. И в этом плане я, конечно, прекрасно понимаю. Потому что за десять лет он примерно накатает сто пятьдесят, но максимум двести тысяч, если брать с его пробегом ежедневным. Поэтому в этом случае корейцы, как вы понимаете, мозги ему делать точно не будут. Давайте подходить немного ближе. Повторюсь, пять лет отсутствовал автомобиль на нашем рынке. Вернувшись, некоторые говорят, что это теперь конкурент для Toyota Camry. А все почему? По размерам, по объемам, по интерьеру. Вот сзади ты садишься, автомобиль там действительно очень много места. По плавности хода. Мы уже покатались на автомобиле. Здесь стоят семнадцатые колеса. И подвеска реально настроена так, что ты знаешь, ты плывешь. Вот здесь разбитые дороги, всякие выбоины. Он ее реально сглатывает. Шум в тот же момент присутствует. Но об этом мы поговорим при тест-драйве. Диодная оптика, диодные всякие ходовочки. Давайте откроем капот и посмотрим, что нас встретит там. На самом деле особого изыска в выборе нас здесь не встречает. Есть двухлитровый двигатель на сто пятьдесят сил. И как в нашем случае, два и четыре на сто восемьдесят восемь сил. У него двести сорок крутящего момента. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон здесь максимальный ноль сто девять секунд. И я вам скажу, что для города этого достаточно. Ну реально, если так адекватно посмотреть. Вот для такого автомобиля передвигаясь. Например, с сорока ты нажмешь газ в пол. Ну тебе будет казаться, что ты вроде бы едешь. Естественно, если сравнить его с какими-нибудь автомобилями. Типа там Отвага, Шкода, еще что-то. Там динамика гораздо лучше. В нашем случае двигатель стоит семейства ZT2. Обратите, кстати, внимание на то, что здесь идут штатные газоупорные держатели. То есть это не доп. оборудование. И на самом деле, казалось бы, почему другие производители этого не делают. Что мы знаем с вами непосредственно про наш двигатель. Маркировку вы его сейчас видите на экране. На самом деле, точно такой же двигатель стоит на Kia Optima. Точно такая же коробка стоит на Kia Optima. И этот двигатель стоит не только на этих двух моделях. То есть, если вы откроете, забьете маркировку. Он встречался там и на Цират. В общем, список там примерно 10 автомобилей. Некоторые за счет того, что Optima непосредственно такая, знаешь, поагрессивнее выглядит. Этот двигатель пытаются чиповать. Все мы с вами знаем, что вот эти рядники, просто атмосферные двигатели, чиповать нет никакого смысла. Потому что прирост мощности будет крайне маленький. То есть, незначительный. Если уж делать чип-тюнинг хорош, то нужно делать его нормально. Переделать выхлопную систему. Но в нашем случае, если мы говорим непосредственно про Sonata, здесь никакой чип нафиг не нужен. Передвигаться на автомобиль, вот наш владелец, да, 37 лет. Вышел утром, завел, спокойно доехал до работы, вернулся домой. Жену взял, ребенок посмотрел, магазины съездили. То есть, динамика здесь не нужна. Особенно учитывая, что на этом автомобиле стоит подвеска такая, что она настроена больше на плавную езду. Выйти на трассу, гонять на нем, но ты не станешь. Да и по внешнему виду ты сам видишь прекрасно, что это автомобиль из серии повседневности. Многие скажут, и даже многие написали в комментариях в инстаграме, когда мы делали пост про этот автомобиль, что такие машины чаще всего берут в такси и вот еще там, где на них много ездят. И это на самом деле правильно, и это на самом деле показатель надежности автомобиля. Купил его, ездишь много, ездишь часто и никаких проблем с ним не знаешь. Если поговорить про проблемы двигателя, значит по пятибалльной шкале ему ставят себе оценку 4. Почитал, некоторые пишут отзывы, что якобы есть посторонние звуки, стуки. В нашем случае ничего не замечено, заводишь его, он работает ровно. Но тем не менее, как факт, отмечаю, что есть легкие нарекания. В остальном же, в подкапотном пространстве, на что-то жалко сказать, вот это плохое, это плохое, нельзя. Понятное дело, что со временем эксплуатации, возможно, что-то вылетит по гарантии, но прям такого, что прям вау, это очень дорого, нет. И в тот же самый момент обслуживание автомобиля тоже стоит адекватных денег. В любом случае, друзья, обслужить автомобиль нужно, следить за ним нужно. Если вам нужны оригинальные запчасти на автомобиле, любые автомобили от Hyundai, на любые автомобили от группы концерна VAG, на любые автомобили Mazda, как я вам говорил, есть у нас товарищ, который занимается автозапчастями, продает их с доставкой по всей России. Ссылки на него оставляю в описании, на все его сайты также оставляю ссылки, потому что это вам может пригодиться всегда. Вы понимаете прекрасно, что сегодня можно купить масло, которое как бы оригинальное на деле, оно никакое не оригинальное. Рекомендую его не потому, что там какая-то реклама, я у него сам покупаю запчасти, периодически многие из вас спрашивают, а где купить, подскажи. Вот вам подскажу, оставляю всю контактную информацию в описании. Номер себе просто-напросто запишите, на будущее, когда надо будет, сами ему и позвоните. Ссылайтесь на меня, сделайте скидку. В остальном, чем-то вас здесь удивить, сказать, что вот к этому нужно присмотреться, я не могу. Если вы запрыгнете в интернет за счет того, что автомобиль новый, то есть владельцев еще пока очень мало, особенно тех, которые пишут отзывы про машину, нареканий ноль, все рассказывают, пока положительные эмоции, то есть кто-то что-то ругает, к этому мы дойдем, когда отправимся на тест-драйв. Идем потихонечку дальше. Кстати, скоро эта фишечка у нас, по идее, может закончиться, потому что, как вы знаете, появилась в продаже новая Toyota Camry, в ближайшее время мы ее снимем и, естественно, посмотрим, изменилось ли там звучание закрытия капота. Пусть мелочь, пусть шутка, но мы это обязательно проверим. Колеса у нас идут 17-е штатно, передняя подвеска типа Макферсон, задняя независимая, многорычажная. У нас идет 155 мм дорожного просвета. Казалось бы, с одной стороны мало, но с другой стороны, так для города этого будет достаточно. С веса переднего бампера, на самом деле, достойно. Вот так вот посмотришь на него, заехать где-то припарковаться, особых проблем не будет. Опять же, везде парковаться и вообще все делать нужно с головой. Наша комплектация 1 миллион 600 тысяч рублей. Что у нас есть? Камера заднего вида, диодные фары, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль. Самое основное здесь, конечно же, есть. В самом топе, прямо жир-жир, что будет? 18-е колеса, панорамная крыша, шторки будут на задних дверях, на задних стеклах. В общем, всякая такая ерунда, которая с одной стороны вроде бы прикольна, но с другой стороны нафиг она нужна. То есть ничего особенного нет. Открываем дверь. Покажи, пожалуйста, вот место сзади. То есть вот я ростом 1,82 м. Сейчас я водительское сиденье настроил под себя и присаживаюсь сам за собой. Если говорить о том, что Hyundai пытается двигать этот автомобиль, знаешь, как обычно в бизнес-класс, что здесь сзади можно сидеть, места реально много. Вот достаточно. Я даже могу развалиться, ехать, диван комфортный, комфортный подлокотник, потому что на некоторых автомобилях, когда ты его выдвигаешь, он опускается как бы вниз. Я никогда этого не понял, почему он вниз, то есть как бы, знаешь, как горочка. Здесь ты сел, у тебя все нормально. Раз, раз. Не хватает третьего там климат-контроля, ну, заднего. А так в целом сидишь нормально. Куда-то отправиться на нем передвигаться, ну, я думаю, милое дело, особенно если двигаться со скоростью там 120-140 км по трассе, ты будешь получать удовольствие. Сидишь, ждешь, пока приедем. Если рассмотреть этот вариант, там, как в такси, либо еще куда-то, либо кого-то возить, а знаешь, ну, бывает, берут эти автомобили в корпоративной парке, здесь места будет достаточно. Обратите внимание, что бак у автомобиля 70 литров, средний расход по городу у него примерно 11 литров. Если взять средний расход город плюс трасса 9 литров, он ездил на нем в Оренбург и по трассе показал примерно 6,5 литров. То есть заполнить его до полного бака по трассе смело можно проехать 1000-1100 км. Переходя к задней части автомобиля, ну, знаете, я прекрасно вас понимаю, что по камере, когда ты сможешь с изображения, там, с экрана, не то. Вот вживую, когда стоишь, вот все эти элементы так, ну, в целом смотрятся симпатично. Вот этот вот акулий плавничок на крыше, раздвоенная выхлопная система, соната написано, да, шильдик стоит, а в нижней части, да, она напоминает, например, ту же самую оптимул. То есть чуть-чуть какой-то агрессии придает. А так вот смотришь на фонари, смотришь на этот шильдик здоровый с надписью, ну, не знаю. На мой взгляд, автомобиль, знаешь, он не такой, вот эмоции не вызывает такие прям вау, что охота на нем сесть, там, погоняться, что хочется что-то с ним поделать. Тачка из серии сел, завел и поехал. Открывая багажник, нас встречает здесь 510 литров. Ну, опять же, смотрите, 510 литров. То есть, по идее, он больше, чем у Камри. Он больше, чем у всех, по идее, в этом классе. Но опять же, вот показываем, да. Вот эти части, это все время такой, знаешь, маркетинговый ход. Ты пришел в автосалон, открыл, ух ты, какой багажник здоровый. Ну, покажи. А если ты его загрузишь, все полностью вещами будешь закрывать, все эти механизмы будут упираться. Ничего здесь прям такого необычного нету. Коврик, все как обычно, стандартно. Запасочка у нас лежит. В общем, все, что нужно, самое необходимое есть. Задний ряд сидений складывается. Как вы видите, ровного пола не образуется. То есть, все равно есть ступенька. С одной стороны, пофигу. С другой стороны, если здесь, например, завалиться спать, то это будет дискомфортно. Перевозить крупногабаритный груз можно. Конечно, значительный плюс у этого автомобиля, который даже подбил владельца приобрести его, это то, что автомобиль неугоняемый. То есть, зона риска по угону крайне маленькая. По сути, на него даже можно не делать каска. Но те, кто переживают, каска на него будет стоить небольших денег. Все зависит, конечно же, от вашего возраста. Если посмотреть на автомобиль вот так вот сбоку, многие придают значение различного рода элементам. Хромированные ручки, вот эти части хромированные. Я как бы человек простой, поэтому мы смотрим на машину внешне. Ну, симпатично. Понятное дело, что все это собирает из этих деталей. Тем не менее, оценку ставить только вам. Но большую часть времени вы, конечно же, будете проводить внутри автомобиля. Поэтому давайте посмотрим, чем нас встречает интерьер. Посадка в автомобиль. Стандартная. То есть, нельзя сказать, что здесь неудобно, либо удобно. Сидение уже настроено под меня. Пластик идет стандартный. Знаешь, вот некоторые говорят, а, дешманский пластик. Ну да, по сути, дешманский. Но с другой стороны, он не будет тебе делать мозги. Вот подойди сюда поближе, пожалуйста. Вот обратите внимание на эту часть. Вот здесь идут вставки такие глянцевые. С одной стороны, вот сейчас мы там намыли. В машине 5,5 тысяч пробег. Красиво. Но даже тот же владелец отмечает. Да и мы все с вами знаем, что вот это вот баловство. Вот не дай бог, ты себе ключи положишь, уже поцарапаешь. Протирать будешь от пульсера, но царапаешь. А солнце у тебя падает. Ну, постоянно какие-то царапки видны. Руль стандартный, обычный. Вот некоторым кажется, что интерьер автомобиля вообще не симпатичный. Другие же говорят то, что ну вроде нормально. Здесь подчеркну, выводы дело только вам. Но вот все пересечения с Kia Optima присутствуют. Даже тот же самый дисплей. Если поговорить более детально за интерьер, нет здесь ничего такого, чем вас можно было бы удивить. По сути, стандартный набор для любого автомобиля за эти деньги. Но у нас есть стандартная штатная навигация, два раздельных климат-контроля, блок управления им, подогрев руля, подогрев передних сидений, драйв-мод, автохолл. В общем, по сути, все самое необходимое присутствует. Сиденье, я отмечу, реально удобное. То есть есть легкая боковая поддержка. Но опять же, длинная вот эта подушка. Садишься, удобно. Приборная панель читается. Присутствуют все стандартные проблемы. Если на нее будет попадать солнце, она будет бликовать. Но в тот же момент все приборы, все это видно. Кому-то он нравится. Многие отметили, что им интерьер вообще не понравился. Фу, какой-то он ужасный. Ну, вживую садишься. Знаешь, я бы сказал так, что он не вызывает никакого вау-эффекта. Нет прямо здесь такого, что, блин, классно. Хочется в нем находиться. Машина такая повседневная. Сел, отправился на работу. Нормально вернулся, поставил, ушел. Если много на ней ездить, ну, возможно, это быстро надоест, наскучит. А так, давайте лучше прокатимся с вами, посмотрим, что она из себя представляет на ходу. Отправляемся прокатиться. Обратите внимание, включаем заднюю передачу. Идет камера заднего вида с динамичной разметкой. Зеркала у нас боковые. В принципе, небольшие. Но я думаю, для седанчика пойдут. Но все равно, как бы, знаешь, такие они мелковатые. Покатавшись на автомобиле, я вам с уверенностью могу сказать, что подвеску здесь жесткой не назвать. Да и никто, в принципе, не говорит, что она здесь жесткая. Она именно настроена по такому принципу, чтобы доставлять тебе удовольствие при проезде различного рода неровностей, чтобы, в общем, ты передвигался с комфортом. Обратите внимание, прямая хорошая. Мы едем примерно 40. Давайте газку в пол. 80-90. Около соточки. Набирает, в принципе, резво. Но сказать так, что прям набирает она ого-го как, нельзя. С 80 газ в пол. В легкую горочку идем. Нас три человека в автомобиле. Набор есть, знаешь, но не вау. Но это само собой разумеется. Паспортный разгон 9 секунд. То есть, если ты будешь один, залить все какого-нибудь, не знаю, 98-го, 40-80, тебе еще будет нормально. А вот так передвигаться, ничего выдающегося она не показывает. Отмечу тот факт, что сегодня, например, та же самая Kia делает автомобиль, ставит двигатели и показывает паспортные данные. Например, на Stinger 6 секунд, на Optima GT там в районе 7,2 или 7,8 секунд. На деле же, как показывает практика, паспортный разгон там на 2-3 секунды с погрешностью. Соответственно, здесь такой же двигатель. 9 секунд заявленный. Но я думаю, в реале, вот если бы сейчас повесить RaceLogic, была бы цифра что-нибудь в районе 10,2. По ощущениям, это примерно вот такой разгон к 3 человека в машине. Очень мягкие тормоза. Вот если ты давишь на них, машиночка так плавно разгоняется. Это сделано, опять же, для комфорта. Проезжать лежачие полицейские на маленькой скорости комфортно. В общем, про слово комфорт и про управляемость, знаешь, по езде, по неровности, можно говорить бесконечно. Это действительно сделано так. Как она себя поведет на скорости 180-200 км, непонятно. Человек на ней ездил с крейсерской скоростью по трассе 140-160. На этой скорости, соответственно, многие автомобили будут себя вести достойно. Выйти на трассу, взять 180-200. Это не тот автомобиль. Если ты хочешь быстро погоняться, нужно, естественно, рассмотреть автомобиль, у которых подвеска будет более жесткая. Руль очень информативный. Сказать то, что он какой-то валки или вот в около нулевой отметки гуляет, нельзя. То есть чуть левее даешь, правее, он у тебя сразу слушается. В этом, конечно, огромный плюс. Сказать его, что он сильно легкий, нельзя. Но вот если начать вот это делать сейчас влево-вправо, автомобиль будет хорошо раскачиваться. И знаешь, такой эффект получается, как будто ты плывешь на лодке. Одним словом, очень мягкая и валкая подвеска. Если поговорить про шумоизоляцию, передвигаясь на скорости 60-80 километров в городском режиме, в принципе, достойно. Ну как достойно? Плюс-минус одно и то же, как вот у всех корейцев, у всех тех же самых японцев. Сказать, что она здесь прям лучше, чем у какой-нибудь Camry или у какой-нибудь Mazda, нельзя. Я, например, могу поспорить, что разобрал дверную карту, никакого там супер материала по шумке не будет. В лучшем случае, что он там вообще будет. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Если разогнаться свыше 100-120 километров, гул, естественно, будет присутствовать. Касаемо вообще надежности этого автомобиля, я могу с уверенностью сказать, что первый там 3-4 года она вообще мозги делать не будет. С другой стороны, если на нем бережно эксплуатировать его, он и больше проедет. Но вот если на нем носиться, не притормаживать, не сбрасывать скорость, то потом подвеска начнет греметь, и это прям будет очень хорошо слышно. На всех корейцах это прям вот. Друзья, 1 миллион 600 тысяч рублей. Вот давайте с вами проведем такой маленький опрос и напишите в комментариях, кто из вас купил бы за эти деньги этот автомобиль. Я уверен, у вас будут где-то единицы. Даже общаясь с владельцами, вот человек общается с людьми, показывает машину, никто говорит, не сказал, я бы взял. Поэтому обязательно пишите, что бы купили вы. Гарантия на автомобиль 3 года либо 100 тысяч километров, что для меня лично удивительно, ведь на ту же самую Kia Optima идет 5 лет и 150 тысяч. В любом случае, при должном уходе и небольшом пробеге этот автомобиль ближайшие 5-7 лет мозги делать точно не будет. Я лично бы его точно не купил. Хотя, когда он только вышел и появились первые снимки в сети, мне он был интересен. Особенно вот в этом синем цвете. Я думал приехать, посмотреть. Вот вживую как-то заезжал в автосалон, сейчас посмотрел на автомобиль. Ну, знаешь, очень спокойный. Его, если бы я и взял, то чисто, знаешь, на повседневную езду взял бы какую-нибудь попроще версию, там, за миллион 300, миллион 400, чтобы просто на нем очень много накатывать пробега. Если брать вот машину для души, на сегодняшний день, весна на улице, мне почему-то хочется какой-нибудь BMW, какую-нибудь Audi, либо Mercedes с задним приводом, чтобы можно было погоняться. Я так понимаю, что в моих жилах течет молодая кровь. Друзья, у меня на этом все. В ближайшее время мы отправляемся на поиски новой Toyota Camry. Посмотрим, что она из себя представляет вживую. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на Instagram канала, пишите ваше мнение в комментариях. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok